МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня завершается общественное обсуждение проектов закона Всебелорусском народном собрании и без изменений избирательного кодекса Республики Беларусь. Часть улицы Советская, или, как ее называют, горожане Брусчатка, ранее являлась объектом для размышлений о том, что ли сделать ее пешеходной. Наша телекомпания решила узнать, что горожане думают по этому поводу сегодня. В Барановическом регионе в 2023-м учебном году продолжается реализация межведомственного информационного проекта «Школа-территория здоровья». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». По искам прокурора в Брестской области с неотработавших положенный срок после обучения за государственный счет выпускников высших и средних специальных учреждений образования взыскано свыше 500 тысяч, сообщили в службе информации областной прокуратуры. Основными причинами санкции к молодым специалистам стали неявка на работу по распределению, а также увольнение за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Все рассмотренные судами иски удовлетворены в полном объеме всего 111 исков. Сегодня завершается общественное обсуждение проектов закона о Всебелорусском народном собрании и обезменении избирательного кодекса Республики Беларусь. Все предложения в обобщенном виде уже завтра, 3 ноября, будут переданы организаторам публичного обсуждения, Палату представителей и Национальные центры законодательства и правовых исследований для экспертной отработки. Сегодня завершается общественное обсуждение проектов закона о Всебелорусском народном собрании и обезменении избирательного кодекса Республики Беларусь. Напомню, законопроекты вынесены на общественное обсуждение с 24 октября и размещены в специальных темах на правовом форуме Беларуси. Свои замещания и предложения по двум законопроектам можно высказать еще сегодня. Какими полномочиями будут наделены делегаты ВНС, каков порядок их выдвижения, статус и функции нового органа народовластия. Сегодня эти вопросы обсудили в барановических электрических сетях. Я очень рад, что мы сегодня смогли собрать достаточно таких представительных лекторов и всесторонне сможем рассмотреть эти все вопросы. Насколько это важно? Это на самом деле очень важно. Я думаю, что все мы с вами ждали этого момента, потому что с момента принятия изменений в Конституцию прошло уже более чем полгода. И, в общем-то, я думаю, что это назрело, и это актуально. И, что немаловажно, это момент, который обсуждается всенародно, и есть достаточно времени для того, чтобы внести свои предложения и посмотреть. И каждый человек сможет поучаствовать в этом процессе. Это актуально, важно, и наш коллектив с интересом к этому моменту относится. Так, ВНС будет представлено 1200 делегатами, среди которых 400 от гражданского общества. В состав собрания может войти любой человек, вне зависимости от статуса и возраста. Такой принцип формирования состава ВНС будет нацелен на учет различных интересов населения и объединит делегатов от всех регионов. В законопроекте также закреплены основные принципы деятельности ВНС – народовластия и демократичность. Представители Федерации профсоюза в Беларуси проводят активную работу по широкому информированию трудовых коллективов относительно проекта закона о Всебелорусском народном собрании. Вообще выдвижение на Всебелорусском народном собрании будет проходить по трем веточкам. И одно из ветвей – это гражданское общество, представители гражданского общества. Так вот, к представителям гражданского общества этот вопрос сейчас стоит очень актуально. На каждой диалоговой площадке практически люди задают, что это за гражданское общество, кто туда будет входить. И вот профсоюзы, как раз именно то объединение, ну как и молодежь наша, как ветераны, будет являться представителем гражданского общества. И профсоюзы будут выдвигать своих кандидатов на Всебелорусское народное собрание. Представители трудового коллектива барановичских электрических сетей активно включились в обсуждения, обменивались мнениями, высказывали свои предложения и задавали интересующие их вопросы. Все предложения в обобщенном виде уже завтра, 3 ноября, будут переданы организаторам публичного обсуждения. Палату представителей и Национальный центр законодательства и правовых исследований для экспертной отработки. Медицинские учреждения Барановического региона не меняют график работы в предстоящие длинные выходные. 5 ноября они работают по графику субботы, 6 ноября по графику воскресенья, 7 ноября по графику выходного дня. В Центральной поликлинике уточнили, что несмотря на это дежурные врачи, если возникнет такая надобность, будут вести прием. И, конечно, круглосуточно обслуживает посетителей Центральная аптека государственной сети «Фармация» на улице Ленина. Часть улицы Советская, или как ее называют горожане «брусчатка» ранее являлась объектом для размышлений о том, стоит ли сделать ее пешеходной. Наша телекомпания решила узнать, что горожане думают по этому поводу сегодня. Я говорю так, что нужно заработать только для пешеходной зоны, брусчатку. А почему? Ну, шкода. Машина разобися, худка. Это история. Треба шкодовать. Стоит сделать брусчатку только пешеходной зоной. Почему? Ну, посмотрите, какая красота. Раз-два, и оно обратно портится. Вот. Автомобили ездят. Опять перекладываем. И бюджет все мне сэкономим. Вот. Ну, и посмотрите, как стоят машины. А бывает, и вот здесь паркуют параллельно этой машине, еще следующую тоже объезжать автобусом. Однозначно не скажешь. Для людей вроде бы да, а для транспорта артерия все-таки тоже достаточно востребована, по крайней мере, для автобусов, транспорта. Поэтому надо подумать. Не, надо, чтобы и автомобили ходили. И автобусы тоже. А так нам далеко на остановку. Ну, очень много здесь движения. Только пешеходная, да. Если брусчатка не будет мешать движению, наверное, так сказать, ну, городские автобусы придется по-любому, может, наверное, переводить на улицу Бреску. Если жители города Барановичи не против то, что они будут подольше стоять в пробках в конце рабочего дня, то, мне кажется, идея сделать брусчатку пешеходную максимально крутая. Поэтому, мне кажется, расставить палатки, летом особенно тут проводить всякие мини-фестивали, это будет максимально круто и интересно. Нет. А почему нет? Пусть автомобили передвигаются. Конечно, конечно. Потому что, как бы, этот центр, здесь ходит много народа. Вот. И это, как бы, небезопасно. С одной стороны. Ну, как я лично считаю. Я, как бы, часто здесь хожу. Да, однозначно стоит. А почему? Ну, я давно об этом мечтаю, скажем так. Давно поднимался этот вопрос. Как бы, да, должна быть пешеходная зона, чисто пешеходная. Не, меня сейчас все устраивает. Ну, только, может быть, машин ограничить, а автобусы пускай ездят. Почему? Чтобы был колорит, всегда были автобусы, пешеходы. Ты как думаешь? Тоже так думаю. Ну, я не могу вам так сказать. Этого зависит очень многое. Дело в том, что тут и люди живут, и подъездов очень много к магазинам. Поэтому простому жителю это очень тяжело. Это нужно разбираться именно в служб, которые этим занимаются. Нет, ну, вообще, конечно, лучше бы сделали пешеходную улицу. Но мне кажется, пешеходная улица от и до конца парка, она, в принципе, есть. Нет, автомобили мы не хотим убирать. Мы сами на автомобиле ездим. Ну, мне кажется, что для автомобилей брусчатка не совсем комфортна для езды. Для пешеходов, ну, да. Тяжелый вопрос. Когда была машина, мне было удобно ездить тут. Ну, пусть будет. Пусть будет. Пешеходная. Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Тут тоже, как бы, не скажешь конкретно, что да, стоит. В то же время и не стоит, потому что автобусы ходят напрямую, удобно людям добираться, выходить. А так, получается, круг надо давать, в принципе. Ну, тут уже на усмотрение на, наверное, большинство людей, как удобно будет. Ну, мы-то, в принципе, в город мало выходим, да, но мне удобно, когда вот я могу пройти просто. Ну, как бы мне дорога, она тут по стоку-поскоку. Тем более, что здесь ограниченное, насколько я понимаю, должно быть какое-то движение. Но тут и есть ограниченное. А так, чтобы конкретно перекрыть дорогу, я думаю, наверное, может, и не стоило бы. Ну, может, и стоит. Раньше как-то поменьше была машина, теперь очень много. Ну, была бы и пешеходная улица, и в Барановичи, почему нет? Как вы, девочки? Ну, да, стоит, 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 стоит сделать. А вот почему? Ну, потому что мы больше здесь таких вот развлекательных объектов, мне кажется, и детям вот хорошо, и нам. А самобытность-то должна и оставаться, мне кажется, в этом и прелесть этой улицы. Руба Белпочта в связи с предпраздничными и праздничными днями скорректировала график работы. Так, в Барановичах 6 и 7 ноября будет работать ОПС номер 9 по адресу улица Советская, 81, с 9 утра до 3 часов дня, сообщается на сайте предприятия. Также граждане имеют возможность заранее получить пенсии и госпособие. 4 ноября выплаты проведут за 6 число, а 5 в субботу за 5-7 соответственно. В Барановичском регионе в 2022-2023 учебном году продолжается реализация межведомственного информационного проекта «Школа территория здоровья». В ходе реализации проекта выяснило, что наиболее агрессивными факторами, которые сегодня влияют на формирование здоровья обучающихся, являются высокий объем учебных и внеучебных нагрузок, интенсификация процесса обучения, а также дефицит времени для усвоения информации. В Барановичском регионе в 2022-2023 учебном году продолжается реализация межведомственного информационного проекта «Школа территория здоровья». Его цель – объединение усилий обучающихся, их законных представителей, педагогических и медицинских работников, представителей общественных объединений и других заинтересованных для сохранения и укрепления здоровья ребят. Школы, участвующие в реализации проекта «Школа территория здоровья» могут иметь разную ступень функционирования в зависимости от набранных баллов по оцениваемым параметрам. Ступень функционирования школы определяется в апреле путем проведения анкетирования детей, оценки проведенной информационной работы, оценки основных показателей здоровья детей. К третьей, самой высшей ступени функционирования «Школа здоровья», согласно бальной системе оценки, относятся 8 школ. Это первая, четвертая и пятая гимназии города Барановича, средняя школа номер 10, номер 1 города Барановича, Городищенская средняя школа, Леснянская средняя школа, Сталовическая средняя школа. Для данных школ на базе пятой гимназии Городищенской средней школы созданы ресурсные центры сохранения и укрепления здоровья учащихся. Реализация ресурсных центров сохранения здоровья в учреждениях общего среднего образования способствует распространению опыта здоровьесбережения в школах, рациональному использованию потенциала, направленного на охрану здоровья, повышение качества образования. Реализация такого масштабного проекта по созданию здоровьесберегающей среды в учреждениях образования позволяет обеспечить гармоничность реализации и сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, обучающихся родителей и педагогов. В ходе реализации проекта выяснилось, что наиболее агрессивными факторами, которые сегодня влияют на формирование здоровья обучающихся, являются высокий объем учебных и внеучебных нагрузок, интенсификация процесса обучения, а также дефицит времени для усвоения информации. Эти психотравмирующие факторы в сочетании с уменьшением продолжительности сна и прогулок, снижением физактивности оказывают выраженное стрессорное воздействие на развивающийся организм. Отмечается увеличение функциональных отклонений сердечно-сосудистой системы, эндокринно-обменных расстройств, нарушение зрения, в основном миопии. Ремонт скульптуры зубра на границе Брестка и Минской областей планируют закончить к середине декабря. Гигантские зубры приветствуют путешественников, проезжающих по трассе М1 уже около 20 лет. Скульптуры изготовили в 2003 году на Апинском судостроительно-судоремонтном заводе. Металлическая конструкция в высоту 30 метров весит около 70 тонн. Конструкция получилась почти полностью плоская и выступают лишь рога. Летом эксперты оценили техническое состояние зубра, а осенью строители приступили к ремонту. Некоторые внутренние швы конструкции нужно переварить, ряд металлических листов нуждаются в замене. После обследования был объявлен конкурс на электронных торгах. Выиграло предприятие Брестпром Альп, с которым заключен договор на выполнение работ. Рабочие уже выполняют внутри сварные работы, также обновят внешний вид скульптуры. Помимо традиционной красно-коричневой, будут использовать светлую краску. Ей выделят контуры, чтобы визуально добавить объема. Также планируют улучшить подсветку конструкции. По планам, работы должны завершиться до 15 декабря. Ремонт достопримечательности выполняют за счет областного бюджета. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова